Представим, что Фрэнки, Фрэнки Де Йонг, все же будет выставлен на трансфер Барсой. Кому из европейских топов нужен пригодится игрок с таким набором качеств? Есть ли место Де Йонгу, например, в системе Пеппа? Я думаю, постепенно появится, но он будет проходить примерно через такой же кропотливый процесс адаптации, через который сейчас проходит Джек Гридиш. По типажу это, конечно, разные футболисты, и по позиции супер разные футболисты, но мне кажется, как бы базис, который у них есть для того, чтобы играть у Гвардиолы, и качество, которое еще нужно выяснить, для того чтобы играть в более дисциплинированной оппозиционной системе, эта проблема свойственна и тому, и другому. И я думаю, Фрэнки уйдет где-то год на адаптацию, и дальше он смог бы играть в системе Гвардиолы. Другой вопрос, нужен ли он прямо так критически Гвардиоле? Я не уверен, кто-то сейчас разозлится, но мне кажется, очень интересно было бы посмотреть на Фрэнки Де Йонга в реале Карла Анчелоти. Это не троллинг, это не троллинг, мне кажется, такая свободная манера ему бы подходила. С одной стороны, это в любом случае нереально. Я понимаю, что сейчас там все места полузащиты заняты, но с другой стороны, Модрич не вечный, и вот такая замена, не прямая, но тоже, по крайней мере, понятная. Понятная с точки зрения того, как он может функционировать в этой системе. Ух, это было бы просто шикарно. Ну, в плане того, как он интегрируется в эту команду. Аяксу из топов, конечно же, нужен Фрэнки Де Йонг. Я бы назвал вот эти команды, но на самом деле, мне кажется, ситуация может стремительно меняться, если это станет реальным. Пока мы просто фантазируем, и это не обязано иметь под собой какой-то весомой почвы. Пока по-настоящему достоверной информации об этом нет. Субтитры создавал DimaTorzok